В имя Отца и Сына и Святаго Духа 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 Такого святого не существовало. Но в наших святцах он есть. И, конечно, я могу сказать про себя. Наверное, я в своей жизни пытаюсь делать все противоположное тому, что делала преподобная Алексия. Я стараюсь быть верным своей жене, воспитывать детей. Наверное, в общем-то, как-то ухаживать за родителями лучше, чем получать что-то от них. Но если вдуматься все-таки, а чему нас Алексей Человек Божий учит? Что вроде бы он нас учит чему-то не тому. Но на самом деле все-таки учит очень важному делу, очень важные вещи. Потому что вы знаете, что есть такие у нас экзистенциальные данности или духовные данности нашего существования, которые... Ну, они нас, с одной стороны, печалят, а с другой стороны, они нас зовут в духовную сторону. Вы знаете, что есть такая данность, как смертность, старение, болезни. Ну, есть такая данность, как одиночество, потому что, как бы мы близки не были с человеком полностью, наш внутренний мир никто не разделит. Есть данность свобода, есть данность бессмысленности всего того, что мы делаем. И вот есть такая экзистенциальная данность, которая стыд в том, что большая часть нашего потенциала никогда не будет реализована. Это то, что заставляет многих плакать, особенно во время кризиса среднего возраста. Потому что мы понимаем, что мы могли бы родить 10 детей, стать доктором наук, полететь в космос. И вообще сделать что-то великое и прекрасное. Но вместо этого мы просто сидели дома перед телевизором. К сожалению, большая часть нашего потенциала никогда не будет реализована. И от этого нам грустно. Но если мы реализуем самое главное, а именно свое духовное предназначение, то мы реализуем все. Если духовное предназначение реализовано, тогда все реализовано. И Христос Евангелий как раз именно про это говорит, что я просто спрашиваю, что нам будет, если мы за тобой пойдем. Он говорит, что вы получите и старицу, и жен, и детей, и матерей, и отцов, и все. Это как раз вот про это. Про то, что все то, что мы здесь не реализовали на земле, и нас это печалит. Потому что какая-то часть нашей души хотела бы этого всего. Мы воспринимем, если мы действительно вот тот свет, который есть в нашей душе, приведем в слияние, в соединение с Богом. Тогда мы достигаем целостности и полноты. Даже если здесь, в этой земной жизни, мы терпим какой-то ущерб и недостаток. Вот таково житие Алексея Человека Божьего и его такое великое научение каждому из нас. С праздником Божьего всем благословения! ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ